Боже, что Иисус умер за нас и воскрес, и дарует прощение кающимся грешникам. Я знаю, дед. А об этом люди ничего не знают сегодня. А если знают, то спрос больше будет. Господь говорит, кто знал и не творил, много будет истязан. Да. Все правильно. Ну ладно, дед, удачи тебе. Так мы пришли, чтобы поделиться сокровищем. У нас очень большие сокровища в интернете. Вот в ютубе у меня 17 тысяч 300 роликов. Мы строим деревню православную с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Храм построили, школы, все своими руками, дороги, все сами делаем. Государство нигде не помогает ни рубля. Не считая школу, там учителям мизерная зарплата. Мы для Бога... А сколько у тебя подписчиков? Подписчиков немного. 43 тысячи. Просмотров 43 миллиона. А можно же написать там ссылочку или какую-нибудь? Да, пожалуйста. Вы запишите два слова. Игнатий Лапкин. Запишите. Я вам сейчас дальше скажу. К этим еще два слова добавят. Игнатий Лапкин это я. Запишите. Игнатий Лапкин. И если вы в скайпе зайдете на меня, в скайпе, я один с этой фамилией и именем, в скайпе, вы найдете все наши форум, сайт. Вот так вот, правильно? Игнатий Лапкин. Канал. Канал во свете Библии. Вот я Библию показал. Во свете... Так, так. Во свете. Свет светит от нее. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Канал. Написать канал обязательно. Правильно. Нашлось? Вот так вот должно быть? А что там? Я не вижу. Там написано, сколько подписчиков, проще. Нет, нет, нет. Вот сейчас в чате... А, Игнатий Лапкин, да. Во свете Библии канал. Да, правильно. Именно так. Во свете, только во отдельно. Хорошо. Я, ну, я попозже-то найду, как у меня это. Я не буду сети. Так, послушайте. Если вы истинно желаете узнать, у нас сокровища, которых нет в интернете. Я выведу вас на наш сайт. Там 50 книг аудио мной насчитанные. Там я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Вам относительно Библии, что это говорится? Святых Отцов. Вам настолько это будет интересно. А фильмы, которые она с государства поставила, первое место занявшие в международном киноконкурсе, а второй фильм, первое место в России. Хорошо. Как вас звать-то? Меня Дмитрий. Дмитрий, сын Деметры, переводится. Да благословит вас Господь. И сохранит от всякого рода зла и греха. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дед. Ладно, Дед, счастливо. А то мне работать надо просто. Давай, с Богом, Дмитрий. Бог тебя хранит, пусть. Очень интересно. Вы два слова запомните, запишите где-то. Я вам сокровища дам, каких нет нигде в интернете. Игнатий Лапкин, это я. Запишите. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот если вы по скайпу зайдете, вы меня сразу найдете. Я один под этой фамилией, на весь интернет. Да. И я там могу скинуть вам все наши ресурсы. Вот сейчас вы можете сразу набрать наш канал YouTube. Канал называется «Канал во свете Библии». Ты стример, что ли? Канал «Во свете Библии». У меня там 17300 роликов. А подписчиков сколько? Подписчиков немного. 43 тысячи и 43 миллиона просмотров. Как называется канал? Канал называется «Во свете Библии». «Во свете». Вы можете напечатать, я проверю, правильно или неправильно. На меня туда. А, ну, нашел. Напечатайте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Напечатайте, я сразу увижу и вам отвечу. А то у меня тут городушка такая стоит на клавиатуре. Ладно, вам всего хорошего. Ну, вы найдите, зайдите на нас. Подпишусь. Вы можете сейчас сразу открыть, я посмотрю, открылось или нет. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. О, это вход. Вход в наш канал. Я подпишусь. Вы знаете, этого в интернете нигде больше нет. Вот в России 21 тысяча поселений исчезли. А мы восстанавливаем, где не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Все правильно. Я там отвечаю в сайте, еще сайт у меня есть во сети Библии, это через Гугл. Отвечаю студентам, там по радио, я три радиопрограммы регулярно вел. 4 тысячи 124 вопроса. Любая тематика, любая. Политика, экономика, социология, вера, жизнь, работа, семья. 55 пакопов. Сколько лет вашему каналу уже? Как говорите? Каналу сколько лет вышел? В канале сколько? Нет, сколько лет вашему каналу? Каналу? Да, наверное, уже около 9. 9 лет? 9 лет. Так, и потому что за 9 лет у меня написано мной 38 томов книг, которые вышли. Которые мы подарили в 650 библиотек мира. От Владивостока до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. А в чатру летки вы читатели ищите? Нет. Мы видим этот разврат, безобразие все. И мы сюда пришли с великой миссией, которую Господь нам поручил. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Что Христос умер за грехи людей, а люди не знают, не верят. И живут в грехе, и в ад пойдут гореть, если не покаются. Ну, здесь плохие дяденьки же тоже бывают. Натыкались на них? Как что? На плохих дяденьки натыкались здесь. Ну, и на таких натыкался. Я могу сказать примерно, ну, в общей сложности, но не менее 300 человек уже найдено. Тут много мусульман, тут мусульман, примерно 90% уже. Они говорят, у нас другая книга, я показываю, может быть, это? О, наша книга. Я говорю, считайте, что написано. У вас тоже написано, не блудить, не воровать, не убивать, уважать старших. Вы такие? Нет. Они не знают. Я говорю, а вы зачем в интернете? Вы-то зачем? Ну, а вот начинает там поговорить. Я говорю, ты по-русски-то не знаешь поговорить. А вот для чего. У тебя, согласно этой книге, разрешается иметь четыре жены. Но за каждую колым платить надо. А тут 44 голые даром. И вы, южные жеребцы, на северных кобылах пашите здесь. А у вас жена есть? Конечно. Для Бога, для Бога надо жить красиво, интересно и в бедности. Вот у меня все мое достояние, подаренное. У меня ничего нет. Я не могу звонить, чтобы копейка какая не ушла. Но представьте, что книги, которые мне Господь позволил издать, мы подарили на 35 миллионов в библиотеку, в библиотеке мира. А девочки здесь красивые есть? У нас, если зайдете, вы увидите. У нас самые красивые женщины и дети. У нас все одеваются на богослужениях, как хиджаб, два платка. Палатья до полу. Не, я в чатрулетку не говорил. Что сейчас? Я про чатрулетку говорю. Я, ну, про чатрулетку. А тут ничего нет. Женщины титьками трясут, мужчины анонизмом занимаются. В чатрулетке это отца дом проклятый. И я спрашиваю, а кто его создал? Никто не может ответить. Я говорю, 15-летний мальчишка-двоечник, Андрей Терновский. Он говорит, экзамены не сдать. Я стал думать, и вот придумал. И сразу стал миллионером, уехал в Америку, на Лазурном берегу живет. Он разговаривать не может, даже интервью дать не может. И это место, граблетка всех блудников мира собрала сюда. Бросила. У него на все государства отдельно такой же канал. Ладно, мы дальше пойдем. С Богом. С Богом. Вас как звать-то? Меня. Андрей меня зовут. Андрей означает мужественный. Господь да сохранит Андрея и все ваше родство в вере во Христа Иисуса. С Богом. Давай. До свидания. Стави Бог тебе здоровья. Вот так. Если вы желаете что-то больше узнать, вы можете вопросы задать. Я могу вам данные дать наших ресурсов, богатейших. У нас YouTube канал 17300 роликов. Можно слово? Давай. Вот я хотел бы узнать, как можно заняться воспитанием россиян? Только через Христа возрождением. Я отвечаю сознанием дела. Дело в том, что я начальник детского лагеря, образованного мной, православного. 45 лет и еще 3. 48. Значит, я детей знаю. Несколько десятков лет преподаю в пяти университетах преподавал. Студенты у меня рядом. Работаю в тюрьме 18 лет бесплатно. Это, знаю, сам сидел в пяти тюрьмах за слово Божие. И поэтому скажу, выход только один. Примириться со Христом, родиться свыше и быть движимым Духом Святым. Другого нету пути. Один путь. Потому что природа тяготеет ко греху. Да, да. Вам подсчет. Вы знаете, что на нашем сайте у меня 38 моих томов книг вышли. Они имеют возрождающее действие книги. Вы зайдите. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо. С Богом. Здоровья вам. Всего хорошего. Вы выйдите оттуда, чтобы лицо было видно, вот как у меня. Мы пришли. Только не курить. При мне не курить. Уберите пока эту... А, нет. Эту вонючку-то уберите изо рта. А я не могу. Я курю. Ну, тогда вы не хотите узнать больше. Я хотел вам так много сказать сегодня. Неужели эта вонючая трава дороже для вас, чем спасение жизни во Христе Иисусе? А вы уверены, что... Уверен, уверен. Я 57 лет этим путем иду. Вы не можете бросить эту заразу из руки? Она 12 лет жизни отнимает у вас. Я же не прошу чего-то. Ну, мне так неловко. Мне так неловко. Все, 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 все. Принял сатана полностью душу. Курящие обрывают жизнь, они самоубийцы. Все, пока. Спасибо. Что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес. И даруют прощание кающимся, которые обещают и не нарушают заповеди его. Исполняют. А можно вопрос? А почему никто, кроме Иисуса Христа, еще не воскресал? Так. Повторите еще раз. Почему никто, кроме Иисуса Христа, не воскресал? Почему он единственный человек, который воскрес? Никого дома нету. Что-то так... То ли интернет плохо, или я плохо слышу. Более раздельно, так скажите, чтобы я ухватил. Потихоньку. Почему никто, кроме Иисуса Христа, не воскресал? А как так? А кто еще воскресал? Кто написал? А Христет, так? Нет, нет. Кто воскрес? Иисус Христос воскрес. Это понятно. Еще кто? Ну, еще там. Воскресли почти 500 человек при Христе было. Вот я живу в Барнауле. У нас Клавдия Устюжанина на третий день после смерти воскресла. В интернет зарядите Клавдию Устюжанина. Это называется Кома. Как? Это называется Кома. Все, Володя, подойди. Это называется Кома, он говорит. Не Кома. Не Кома. Она получила... Домашние получили уведомление о смерти. Студенты ее препарировали и резали. Труп. И там, вы знаете, Клавдия Устюжанина. Это весь мир знает. Я с ней встречался два раза. Так, Клавдия... Устюжанина. Клавдия Устюжанина, Барнаул. Хорошо, я посмотрю обязательно на досуге. Да. Ее там, если вы в Ютубе, то найдете там сына ее, Андрей, стал священником. И он рассказывает, как было, что она видела. У ней документ. Документ. Что она умерла. Уведомление пришло. Приехали забирать ее. Она на третий день воскресла. Ее снова стали проверять. У ней болезни нету. Рак. А ее препарировали. Ноги там резали. Что там. И ничего, только швы остались. И все. Понятно. Но я предполагаю, что это просто рачебная ошибка. Это очень рано диагностирование смерти. Знаете, есть такой фильм «Сбежавший из ада». Посмотрите, пожалуйста. Так. «Сбежавший из ада». Когда человек в клинической смерти, а одна там делала опыты такие, ну, больница там, допустим, второй этаж, хирургическая, она залазила на седьмой этаж, на крыше каждый раз раскладывала новые надписи. Врачи никто не знали. Она пишет такие необыкновенные предложения. «Дикие утки, не гордитесь. Скоро вас перестреляют». И когда этот человек, который умирал в коме, был, с ним разговаривает, он говорит, я увидел, врачи надо мной стоят. Потом я видел сверху, и написано «Дикие утки, не гордитесь». Никто не знает. То есть он видел это. Доказательства. Две тысячи человек опрошено. Это ни один, ни два. Но как у нас в Барнауле, там нету. Там именно так бывает, там, пять-семь минут. У меня знакомый был, он 20 минут лежал под водой. Его оживили. Ну, у него, он головой ударился о бревно. Сергей Георгиевич Козлов, город Воронеж. И он 17 лет лежал парализованный.